во имя отца и сына и святого духа аминь книга иисуса новина 1 глава 8 стих да не отходит сия книга закон от уст твоих но поучайся в ней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно всего кажется ничего я обращаю внимание только на слово точность она почти не встречается такое слово доказаться иисуса новина или второзакония перед этим книгам дважды на это же это же самое не прибавляй и не убавляй 30 глава 6 5 6 стиха притча соломона горди права словам его чтобы он бог не обличил тебя и ты не оказался же сумм вот если это все взять во внимание тогда мы книгу эту из рук не будем выпускать день и ночь а сегодня сколько находит мест библии которые не соответствуют добавочные у ангелиста марка написано только один раз будущего что будет не знает никто и не сын что не знают ангелы понятно что не что сын нет только один раз один ангелист говорит за него сейчас ухватились и она добавочка было его не было эта борьба была с арианами то есть сразу монтирует по-своему нет если не знаешь как переводили ты должен знать обычно переводит один человек у нас библия переводила четыре духовной академии москва санкт-петербург там киев и казань три присутствия дня были в синоде один день посвящался поступающим новым частям перевода и они правы там были переводчики такие каких сегодня вообще нету и они не просто слова многозначные я сказал пары что такое пары пар который идет у тебя что-то готовишь пары это почва которая там спахана и все или коса сколько знак коса женская коса косят коса берег где воткнется корабль они смотрели переводчики как эти места переводили святые отцы они имеют оригинал с оригинала они переводили и притом одинаково все относятся к первому веку там пятому десятом и везде вот как они смотрели на это мы говорим здесь сейчас дабы в точности исполнить а где мы в точности исполняем чтобы мы заботились вот это так точно чтобы не ошибиться кланяться нету к поклонах но и поклонах говорится но как перекреститься вот заметьте как показывает как крестятся я уже просто на то стоит патриарх рядом сом его епископов и почти никто правильно не крестится ну если отсюда ты ну дальше то куда вниз прямо написано все время на чреве воздействовали на грудь почему освещение груди ну как будто бы так и надо но поперечина когда вот это идет и доделана то вот это меньше чем это перевернутый крест этот колдун и делает и как в захаре сейчас и слободского уже вышло мы сколько лет делали неправильно один человек нам все время говорил но теперь поняли вот теперь должен где чрево потому что крест не речь меня не нас речь идет господи ты господь всему ты голова иисус христос через чьего дева мария где пуповина сын божий во села десную помилуй меня грешного стоящего на левой стороне левая самая опасная сторона и вот когда крест это вот так вот отсюда и вот сюда откуда подмышку сейчас показывает так вот так вот и вот здесь вот так вот это ничего даже не видно это даже кощунством нельзя назвать если мы думаем о спасении мы должны быть очень внимательны особенно внимательны дабы не ошибиться здесь речь идет о книге а книги иисуса новина но мы видим что говорит на разоконе об этом закон моисеев это тора полностью и в откровении ну как будто об одной книге говорится нет обо всей библии кто прибавить что-то на того бог наложить язвы о которых написано отнимет если что-то ну выбросил слова не нравится там или тебя убедили что это лишнее отнимет участие в книге жизни то есть за этим стоит будущее дабы в точности исполнить мы сейчас посмотрим как дух святой отображал эту мысль числах 23 12 вот она 23 12 и отвечал он и сказал не должен ли я в точности сказать то что влагает господь в уста мои вот ответ он влагает смотри какая у нас надписи здесь есть кто отклоняет ухо свое от слушания закон а зачем да я хожу в храм молюсь причащаюсь и дальше а молитва то мерзость но молитва правильная четки в руках молишься то есть священник руки понимает мерзость остается мерзостью как надо бояться отступить от слова божия у нас 980 в каком году крещение было а библии 1876 888 лет прошло библии никто не знал что у нас всегда верили и вот эти праздники мы слышали но все объяснялось по погоде вот среди не отец говорил встретили что такое зима с летом встретилась погода пойдет лучше определенно все движение очень просто это уже осень и поэтому там мыши и змеи все сбегаются на гнезда свои и до весны они там будут спать то все объяснялось по погодным условиям библию ты не знаю вообще не знали мы его не слышали не видели и и здесь говорится что в точности ты должен исполнять к этому нас призывает господь а чтобы в точности исполнять ты слушай не то что я только сегодня прочитал но книга чтобы это не отходило ты не ссылайся ни на болезни ни на что не можешь считать у нас записано на мы можем дать сразу включил ты в интернете слушай там златоуз 12 томов 12 томов жития святых добротолюбия весь мир слушает это неужели мы своим этой не укажем ну да надо иметь какой-то аппарат и эти аппараты большую точность дают сегодня чуть-чуть только маленько не так оно тебе не получится ничего мы живем в то время когда требуется точность абсолютно везде смотрите как светопоры работают а если одновременно зеленый красный а сразу будут аварии нет все проверка и сколько осталось секунд когда ты можешь пойти точность со слова точность мы посмотрим сколько раз нам господь снова напоминает иисус анабина 14 8 братья мои которые ходили со мною привели в робость сердце народа а я в точности следовал господу богу моему кто бы куда не шел отступили от бога не посещает и ты на это не смотри что к нему не то они много потеряли они не по ней не по не понимаешь они просто отстали они уже в другом направлении идут эти люди завтра нету а вот когда нужен прийти там причаститель придет при том люди добрые библию в руки не берут они ни на одном занятии у нас не бывают у нас по интернету сколько занятий идут это нигде такого нету чтобы православные любили так слово боже как наше содружество интернетное и не просто так а новые и новые люди которые беда моря через два часа молитвы идет с какой точностью так уже все уже звонок прошел ждут стрелки коснулись сошлись стали молиться вот к этой точности господь побуждает нас обратить особое внимание вот если не так что-то у врача врач может ли делать сам сколько за этим будет крыти то сейчас вот ты должен сделать так то делаешь что-то там операции вот так то опасно при глазу вот так то пять лет учатся в университете а медицина 6 лет да еще он кончится его куда пошли только вот по вызову где-то а уж потом пройдет сколько лет у нас один кончил йогурт никак теперь вот поставили уже на должность то есть мы должны знать как врачевать тело и как врачевать душу а это намного сложнее милостью божьей мы считаем 23 6 иисуса новина посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное книги закона моисеева не уклоняясь от него ни направо ни налево говорится о книги а это наследник который вместо моисея остался он все время с ним был и господь его под это поставил и он теперь учит нас православных любить библию 11 книг сектанты отбросили у нас 77 ну всем понятно у них осталось 66 как сама цифра кричит что-то неладно делается а на неканонические книги серахово там златоуст говорит проповеди другие другие святые отцы а почему дух протеста так и называются протестанты протест мы должны помнить одно что люди которые вызывают на митинги и прочее а там мятежники бог их не одобряет никогда не прислоняйтесь к ним у нас должно быть молиться нам разрешено дальше нет ну а как а вот такие люди там теперь вот и кого-то где-то обидели там собираются митингуют никак мы можем только молиться дальнейшее бог тогда покажет помните правителем настоящее время быть очень сложно очень трудно он не так сделал весь мир буквально объявил войну нашей стране по сегодняшний день около 50 стран объявили фактическую войну там блокировка нельзя переписываться а как мы даже молиться за всех мы знаем что без воли божьей волос головы не падает а если вот так много выпало значит что дальше книга езры 6 12 первая книга езры и бог которого имя там обитает да не зложит всякого царя и народ который простел бы руку свою чтобы изменить и к в к вреду этого дома божия в иерусалиме я дарий дал это повеление да будет она в точности исполняема и как бог поворачивает сердце человека спрашивает сегодня как вот видите там то 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 делается это ваш правитель я его рассматриваю как слово божие кто он такой это языческий царь но ты говоришь точности исполнять то что он в пользу народа своего дал одно то что они сами не взяли когда сказал войска дам чтобы вас до иерусалима довести не надо мы на бога надеемся а то скажут надеетесь на власти вокруг нашего дома чтобы одна милиция стояла бог сохраняет и рядом будет извержение вулкана и тебя ничего не сделаешь а бог повернет ветром другую сторону научись доверяться ему и где бы что ни случилось я не знаю но я знаю что господь не покинет вы помните название какой у тебя есть а господь тебе уже давно дал другое имя он говорит святые мои избранные мои берегите это великое звание и и далее матфея так это иеремия иеремия 44 25 плохо вижу так говорит господь солов бог израилев вы и жены ваши что устами своими говорили то и руками своими делали вы говорите станем выполнять обеты наши какие мы обещали чтобы ходить богини небо и возливать ей возлияние твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши победе дал обещания не приходили такие люди в авгастане был попали в пленение и пообещал богу не женись мать его получила сына теперь теперь встретил хорошую девушку но ты бы не встретил если бы не вышел оттуда другой приходит вот отказала на ему он туда сходу принял монашество а тут через день встретил кота и нравится он каменадом пришел отец у него священник как бы тебя знаю чтобы против монашества я против где-то встретил такой я за то чтобы монашество проповедовала не пряталась за стены мандры господь сказал идите по всему миру в точности исполнить посмотри когда пошел ты померешь и проповедуйте евангелем всей твари ты тварище не знаешь кто кого назвали может быть нас и есть всякому творению свидетельствует где бы это были два миллиарда мусульман то это все православные христиане нам за это придется отвечать когда-то но тебя разговариваю когда здесь с людьми даже у нас здесь некоторые так удивленно смотрит а что-то раз написано на то есть не считают где в университете я был занятия 18 лет там одна женщина преподаватель провела а анкетирование сколько она там 3000 человек 100 групп и она пять лет кажется снимала данные получается из тех кто говорит я православный на 300 человек только один ходит церковь то есть 0,3 процента православной веры а если взять уже когда вырастет а может быть и этого нету я сравниваю только с мусульманами прошлом году передо мной прошло 2600 мусульман и ни один не считал свою книгу а только знает аля сказать несколько слов которые ему нужно как заклинание пронести больше ничего нету на другом языке с обратной стороны здесь у них написано что написано а я этот язык не знаю а можно считать только по-арабски переводы не берут я буду православные готовы мы церковно славянским языком учимся а сами не понимаем что там пелось и о чем речь шла они не знают потому что так научены они да это хорошо что они не знают иначе на каждом шагу бы нас ловили нам если мы не знаем только себе а у них не так спрос теперь по слову божию говорится чтобы муж как апостол павел говорит как был жен жене учить не позволяю не властвовать над мужем но быть подчинением включи вот это и ты посмотри что будет ведь то что жена в разводах главную роль играет теперь уже все знают я как-то говорил сколько восемьдесят четыре шестьдесятых процента развода первые четыре года почему отступление от слова божия муж-глава муж говорит а жена хочет спросить дома дойдешь до дому и дома спроси у мужа что это означает чтобы голос свой даже не знали в идее у южных народов у них так как вышла замуж свекр не должен слышать ее голоса закон но одному казалось у нее голос на рома и умершие жены и что из него было это пишет их писатель об этом но выйти можно из этого положения если собрать всех аксакалов где живешь престарелых людей и они вместе могут попросить чтобы она с этого дня а чтобы их пригласить ему надо бычка залезать вина приготовить и когда он сказал это и который главный там адам на говорит первый раз встречаю значит наши отцы чего-то не предусмотрели в нашем законе дочь моя завтра ты можешь с ним разговаривать он не может дождаться утра завтра я услышу ее голос ну какой но ангельский хоть ангела не знаю но ангельский да и проспал утром она корову дует только подошел нас ну что стоишь что возьми хоть за хвост подержи ну понимаете аксакалу держать хвост корове то он до того расстроился целыми днями валяешься здесь за внучатами хоть посмотрел бы ой ой он сына дождался сын собери аксакалов 2 бычка мою закали и когда 2 поели с какой целью скажите что больше при мне не говорила значит отцы наши правы были я этот рассказ беру потому что он конкретно нам есть о чем подумать я нет это нация целая смотрите как они как они дружны и даже вот эти незнающие лежат они а вы руки мыли я их книгу показываю а вы руки мыли сам лежит в грехе это 14 один раз он сижой женой был ему 7 лет храм то заходить нельзя у тебя четыре одновременно под боком но это правильно мы не будем я попал мне этого хватает если нужно одно выбор шутка больше четырех не было понимаете как в точности исполнять мы должны то что у нас написано священное писание библии а так или не так сектанты библию держат еретики держит ее а ты сможешь опровергнуть что они делают говорят посмотри лютер как сумел германию сразу отхватил англия отошла ну как бы не плохо было но ясно дело что не так там индульгенции продажа там все это было за грехи можно было заранее заплатить деньги и грешить уже не будешь и главное таблица показа если ты просто с женщины а если она замужья то полиции больше платить а если она монашка в три раза больше платить ну как сейчас у нас отпевают я спрашивают сразу цыгане а их священник вот вы придете встречать на это обязательно батя но тогда больше столько а хор петь обязательно петь теперь уже у него не 300 рублей платить а уже 30 тысяч подкатывает а если на кладбище пройдет за 100 повалит это сегодня это бизнес торговый в точности слова божие говорит как умер и дела его след за ними за гробом нет покаяния приемлемо богом нет такого покаяния только здесь крышка захлопнулась не примирился пошел на суд божий считаем галатом 2 10 посмотрим что в новом завете нам скажет господь мы тратим на это время но мне по-другому никак не так 2 10 только чтобы мы помнили нищих что и старался я исполнять в точности пару когда уходил от своих ему только один наказали помни нищих а нищие в иерусалиме я просил люди жертвовали и он все отправлял иерусалим чтобы голод этот сбить как-то я им доказывают я старался в точности исполнить у нас какой наказ о церкви ну я все время надоедаю читайте библию на работе какая возможность есть скажите людям о христе закроются врата ужасный бопль услышишь ты тогда нет места нет затворены врата а такое песнопение есть у баптиста поют я заказывал и без слез нельзя слушать все время есть место есть как бы не трудно есть место есть и наконец хор веско грянет затворены врата а то бог только так делать чтобы написали сколько там талантов господь побудил но они не в церкви дальше атомы 18 считали еще иисусу на вину вернуться 11 стих так 11 11 не 14 11 пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите заготовляйте себе пищу для пути потому что спустя три дня вы пойдете за иордан сей дабы прийти взять землю которую господь бог отцов ваших дает вам наследие ну дальше тогда высушить сказал господь что субботу не работать поэтому в пятницу двойную порцию наберите никто не видит набрали от говорила субботу нельзя идти кувшин поставил там стал а там одни черви копошатся это господь так делает если бы сегодня лишние когда что нам уже не надо оселок уже все уберет везде бы черви заводились я один раз только встретился одна нищенко колодцы покровского собора была но она как не православная но приходила я тут если ей дали там несколько ломки и хлеба она сразу поднимается в храм больше она не будет брать и однажды она говорит у меня соли соли где-то метод соли прям соли завели черви я никогда больше этого не видел настоящие большие черви как они могли ну да поразбирались и в какого времени с того времени когда там она допустила плохую мысль и все так и пошло дальше как это слово точно слово встречается 103 раза в новом завете 11 раз матфея 2517 точно так же и получивший два таланта приобрел другие два точно так же вот это слово точно и точность это фактически одно и то же слово я посмотрел новом завете как таланты бог дал тебе увеличь определи а у меня нет никакого таланта это мне священник говорит почему не проповедуешь у меня таланта нет ну ну возьми да прочитай там золотого уста или что-то где-то не ссылайся на это марка 11 23 23 вроде бы где там что тут 32 а сказать от человеков боялись народа потому что все полагали что я точно был пророк видите как точно пророк о ком как бы не говорили но если мы верующие то у нас признают я знаю человека ну который там со своими это беседовал то мы пили ну а то верующие то у тебя это такой-то сын где-то но если верить верить так как он горит он понимает компромисса нету и господь нас на это наставляет если тебе плохо открыл истину ну постарайся найти эту возможность сказать которые рядом или подарить евангелие мы такие богатые у нас буквально все в руках евангелие от я на 740 это в новом завете мы смотрим призывает к точности нас господь 740 многие из народа услышав все слова говорили он точно пророк вот это чтобы точно пророк ошибки но точно это уж верующие это уже верующие точно верующие а в чем он отличается от других а по всем и по одеянию не трогает бороду не не спрашиваю не свидетели его вы я грани не крестятся рукой и бороды у них ни у кого нет а вы сами маленько то смотрите мы тем и отличаемся от других что у нас образец икона мы смотрим без бородок никого нет дальше 13 13 яна вы называете меня учителем и господом и правильно говорите ибо я точно то мусульмане говорят христос никогда не называл себя господом богом вот она 13 глава и она 13 стих вы меня называете я точно то и есть мы не ошиблись а помогает господь мой и бог мой вот если начинаешься говорить еще не видно как у них то вас усы сбривают а вы за кого как признаете и у них и соисус если спрашивает за бога признаете или нет это это уже мусульманин абсолютно точно другой то сам не придумает да нет как нет через полминуты ты сознаешься что это так деяние 1711 то есть все пророчества христе исполнились до одного здесь не были благомысленно фессалоникистских фессалоникистских они приняли слово со всем усердием ежедневно разбирая писание точно ли это так что что говорилось о христе теперь показывает татата в иерусалиме распятый был тогда то молва такая идет и они разбирали вникали в ветхий завет это не в новый завет его не было так ли да так ни одного храма нигде не было но ежедневно собирались по домам и поэтому нам ну храм даже если отнимут мы знаем как верующие мы можем собираться по домам но если вы храм то не приходили ты в домах никого не дозовешься туда просто надо увидеть дальше иуда 18 так точно будет и сими мечтателями которая скверняет плоть отвергает начальство и злословит высокие власти это придет время господь по этому суду самое строгое послание новом завете послание иуда одна глава придет время придется за все отвечать я говорю так как мне господь положил что за правителя главного стране мы должны молиться все время буквально с тем что то умер сейчас они что попало говорят гонят только молись за него чтобы господь сохранил они взвешивают сейчас все все может это окончится я думаю что это бог только сделает это человек умер а теперь это он его убил да ему перед выбором зачем было бы убивать то это терять голоса нет этого нет и никогда не верьте этому и молитесь молитесь чтобы господь его сохранил от смерти по крайней мере мы все дома находимся из головы не умираем притча 11 12 притча соломона скуда умный высказывает презрение ближнему своему но разумно человек молчит точно надо запомнить это прочитать еще раз скуда умный высказывает презрение ближнему своему но разумный человек молчит в этом спрашивают как вы смотрите на это то другое молиться нам другого не дано и что по вашему будет у меня сегодня интересно только что написал один армянин какой-то по фамилии аркачан там у нас жена сколько уже она там не может разродиться и уже посредние надежды ко мне у нас восемь и есть один ребенок умер девятом она ходит я только написал ему да пособит тебе господь он главен отворит сразу родила говорит это она ушла даже минута одна не ушла и она принесла ребенка девочке марию назвали говорю назовите деворой и потому что деворота самая высокая женщина ветхом завете ну минута не прошла даже вот как господь делает что ваша молитва молитва ничего не значит милость божия так здесь что написано маковейская ну-ка давай тут нету ну 20 162 два достаточно значит я говорю о точности всего что касается нашего спасения я говорю а почему вас утром еду на молитве по разным причинам есть выберите самое подходящее время вот мы в 5 утра начинаем молиться о которой москва она больше там больше ареал такой в это же самое время только на 4 часа разница и теперь молимся у нас утреннее какое правило а потом днем дозвон идет через два часа через два часа 10-12 минут есть которым молились и запретили не молитвенный голос стращить там нет а есть такой она говорит прям придыхает там такая у нас надежда уткина она считает молитву в ней голос такой все и поэтому она как выручка где где братья братьев не слышно она тоже можно я и она говорит и как причитает будто бы в молитве не знаю насколько я сумел это показать вам слово точно посмотрите бывает неохота вставать нет у меня встречаться с одним с моим господом должна быть поставьте это все под контроль да ну понимаете вот сейчас зима да без молока как мы православное больше не надо ничего и поэтому не заходите за эту гуро если болеешь растительное масло разрешается вино больше ничего не разрешается да благословит нас господь с точностью исполнит предписанная нам духом святым через святую библию аминь